Мир вам, братья и сестры! Веков, миллионов лет назад, ну неизвестно когда, друзья, человеку невозможно это определить, был план у Господа для того, чтобы послать своего единородного сына на эту землю. Это было очень давно, написано прежде создания мира, прежде сотворения всякой пылинки вселенной, вот так написано есть, не было еще тогда, а план уже был. И, как ни странно, вот мы с вами попали в этот план. Я хочу прочитать, чтобы это было не мои слова только. Вот такое вот слово написано к Ефесянам. Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви. Предопределив усыновить нас в Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. А другое место Писания говорит нам о том, что Он уже посадил нас на небесах. То есть, таким же самым образом, как Он видел наши имена, знал, когда мы родимся, когда мы умрем, и приготовил там место на небесах. Вы знаете, избрание Господом – это очень удивительная вещь. Я думаю, что той тайне, которая была решена там в глубине веков, на небесах не могли понять все, кто там был сотворен. Потому что есть так написано, что хотели проникнуть в эту тайну. Что же Бог все-таки хочет сделать? А Он хочет сделать очень и очень большую работу, скорее всего, для того, чтобы пребывать еще бесконечное количество лет, во веки веков. Должно быть какое-то правление небесных, земных, наверное, и преисподних, и владычества. И это будет все происходить с тем, которому все покорено. А как Ему все покорено, то Он стал главою церкви. Церковь Его – это есть тело тоже Его. Это руки, ноги. Мы с вами, друзья, на этой земле – это тело Господа Иисуса Христа. За что Ему, я хотел бы сказать, слава вместе с вами. Друзья, я вот вижу часто, братья в последнее время говорят о Слове Божьем, насколько это важно, насколько это нужно для того, чтобы проникнуться им. Потому что, ну, написано, что через Него вы думаете иметь спасение, жизнь вечную. Но это действительно обязательно, мы должны на это обратить внимание. И все Писание богодухновенно и полезно. И поэтому давайте мы опять к этим же историям, которые мы часто слышим, обратим свое внимание. Я бы хотел обратить внимание на Гедеона. Это тоже избранник, и избранник Богом. Хотя он и не ожидал того, что это будет такая встреча. Но вдруг ангел Господень пришел к нему и сказал, мир тебе, муж сильный. И Бог повелевает его идти и делать какую-то работу. А именно, освободить Израиля от этих, ихние народы, которые остесняли их. Это были ефиопляне. Не ефиопляне, а я забыл эти племена, которые там были. Может, что подскажет, друзья? Маавитяне, да. Ну, пусть так, ладно. Маавитяне. Ну, было их много там, все на Мэ, много на Мэ, много на А. Но, друзья, не важно. Важно в том, что Господь избрал его идти против этих маавитяне. И вы знаете, вот он какой-то человек, хоть избранный Богом, но, я бы сказал, капризный, да. Он начал сначала говорить, кто я такой, разве я могу, какое мое племя. И потом говорит, чтобы, если мне утвердиться, вот сделай то, разговаривай с Господом. И Господь идет на это. Он говорит, вот я приготовлю пищу. Пошел он там, приготовил козленка, опреснокал. Принес, и чтобы он подел. И когда он это принес, ангел ему говорит, возни, вот на камень-то все положи. И выли похлебку сверху. Ну, ясно, будет все мокрое, дров нету, камень лежит. И этот ангел простер свой посох, и пламя съело эту пищу. Но ему как бы показалось, что он это съел. Ну, этого мало, Господь ему говорит об избрании, как нужно отобрать людей, мы это знаем. Другое он не верит. Вот не верит он Господу, он говорит, Господи, вот победю ли я их, вот дай мне знамение. И говорит о шерсти, что вот будет же ли роса на шерсти в одно утро, в другое место, только на траве роса. И Бог идет на это. Вы знаете, он даже не обиделся. В других местах Писания мы видим, что Господь негодовал за неверие. Но вот это избрание Гедеона, оно какое-то особенное. Вот совсем не так, как Давид. Помните Давида, когда Бог помазал, он вырос там в доме уже, стал мужем таким, который, как сказано, воинственный. И когда он пришел вот на это поле сражения, он вообще без всякой робости говорит, ну кто этот филистимлянин, который поносит воинство Господня. Я пойду и сниму с него голову. Ну какая разница, да, в этих избраниях. Но тем не менее мы видим, что помазание Господне, оно работало. Работало, и это было избрание. И избрание это было для того, чтобы творить вот историю на этой земле, чтобы менять, может быть, не только народы, но менять государства, кому они должны принадлежать. Но больше всего, конечно, доставалось народу Божьему. Можно было бы и читать, может, я и прочитаю нечто, но хочу сказать на память нечто. Вот помните, Господь имеет дело с Ильёю. Это тот самый Илья, который в свое время уйдет на небо на огненной колеснице. Много сделал Господь работы через него. И много тоже евреи были в порабощении от сириян. Там были воины постоянные. Но там был Ахав в это время, царь нечестивый. И в это же время там была Изавель, его жена, которая уничтожала пророков Господних. А получилось так, что Господь сделал, что Илья убил этих пророков на горе Кормил. Тоже было сделано чудо, когда, вы знаете, когда они там сделали свой жертвенник, Илья свой жертвенник. И Господь явил чудо, что жертва была съедена огнем, хотя была залита водою, может быть, 12 ведер воды, по-моему, там, или какие там были меры. Ну, неважно, вода потекла кругом этого жертвенника. Елизавель, зная это, услышав об этом, захотела его убить, он убежал. И Слово Божие говорит, что он 40 дней, там было ему предложено съесть лепешку с водой, 40 дней и 40 ночей шел. Шел потом Господь, говорит, возвращайся назад, Илья поминуется, но ты, говорит, пойди, говорит, и помашь мне в Сирии Азаила на царя. И Иуя помашь на царя в Израиле, потому что Ахава Господь решил истребить. И Елисея помашь вместо себя. И почему-то Илья не сделал то, что сказал ему Господь, помазать Азаила на царя. Это делает работу уже Елисей. И, казалось бы, план Божий, царь сирийский, Венодат уже при смерти, лежит при смерти, и Елисей идет туда помазать Азаила. Когда он идет туда, то он узнал Венодат и сказал Азаилу, возьми самого лучшего в Дамасске и пойди, встреть его и узнай, выздоровлю я или не выздоровлю. И когда пошел Елисей туда, то встретил Азаила, и написано, что он смотрит на Азаила и плачет. Плачет, а тут спрашивает, что ты плачешь? Тут говорит, ты открыл мне Господь в тебе царя Сирия, и сколько ты зла сделаешь народу моему. Там беременных женщин убьешь, юношей в плен уведешь, мужчин и женщин убьешь, стариков не пощадишь и старец. Ну, все это он видел, Господь ему показал, и он его помазывает на царя. И я вот еще удивляюсь, дорогие друзья, как Господь ведет народ Божий. Он избранный народ Божий. Избранный для того, чтобы наследовать благословения, законы которых ни у каких людей не было. Такие хорошие законы, справедливые. Если бы по ним поступали бы, они были бы очень благословенными. Но нет, 52 года царствует Азаил. Давид 40 лет, Соломон 40 лет, Азаил 52 года. И все эти 52 года он воюет с Израилем. Друзья, какая неприятная картина, когда народ Божий должен наследовать благословение. Народ должен был наследовать то, чему приготовил ему Господь, самое лучшее. Но не поминуясь, его уставам, его заповедям Господь каким-то образом наклонял его и вел его к тому, чтобы он шел за ним. И мы видим, что получилось печально, очень печально до того, что Христос, когда пришел, они его не приняли. Они его не приняли и вот, что интересно, он говорит, что я пришел к своим, а свои меня не приняли. Поэтому иду, говорит, погибшим овцам дома Израилева. И вот таким образом Господь там еще вдалеке, в глубине веков, он положил увидеть нас с вами, вот на этих местах, на этих сидениях, что мы будем его прославлять. С надеждой то, что мы будем идти за ним. Идти за ним, выполнять то, что он хочет. Не просто он говорит, что вы говорите мне, Господи, Господи, а не делайте того, что я вам говорю. То есть, дорогие друзья, очень внимательно, очень тщательно, как было напомнено, мы должны знать, что хочет от нас Господь. И вы знаете, если мы будем идти за ним, это будет наше благословение. Только тогда Сатана сможет нас победить, если мы не будем идти за ним. А если мы будем идти за ним, то он нас не сможет победить. Вот в это можно поверить. Если будем идти по его следам, то он победить нас не сможет. Дорогие друзья, давайте мы вспомним встречу Саула, который гнал церковь свою. Он гнал свою церковь, не свою, он гнал церковь Божью. И когда Господь его остановил в пламенном огне, то он ему сказал, что ты гонишь меня. Обратите внимание, он не говорит, что ты гонишь мою церковь. Другими словами он говорит, что ты гонишь меня, это мое тело, это мой народ, это мои, они уже сидят там у меня на небесах. Я уже имена их не там записал. Плюс тому еще на ранах его, руках на ранах его, на руках у него записаны имена. Он помнит, за кого страдал. Но Павел говорит, Господи, что поведешь мне делать? Друзья, а Бог ему говорит, иди. Иди, и там тебе будет сказано. Он посылает его к Анане, и там тебе будет сказано, что тебе нужно будет делать. Хорошо, друзья, получить такое повеление, иди. Гидиону иди. Иди, Илья, идиот. Апостол Павел идет. Апостол Павел идет, и до того он принял это к себе в сердце, что все почитал за ссор. Вот ему нужно было одно – познать Господа. Познать Господа так, как он говорит, так, как он меня познал. То есть достигчь той любви, которую Господь проявил человеку, чтобы Павлу это достичь. У него такое было желание, потому что через это познание он говорит, такие удивительные слова, что Бог говорит, распространяет благоухание о себе через познание его в нас. Он распространяет это благоухание через познание Господа. То есть, познавая Господа, апостол Павел и те, которые были с ним, это было благоухание. Для одних был запах живительный. То есть, они очень много делали тому, чего делал Господь. Потому что он говорит, вот подражайте мне, потому что я подражаю Христу. И они делали так, что люди были прославляли Господа. То есть, это было благоухание, распространялось в том смысле, что не просто они там ходили, молились, но народ через действие их рук, через действие их веры прославлял Господа в достойной мере. Прославлялся Господь через исцеление, через изгнание бесов, через воскресение мертвых. Они были сильны в том, чтобы имя Господа прославлялось достойно. И тогда, когда некоторые пытались сделать то же, и сыновья скефы там собрались для того, чтобы за одного одержимого помолиться, то дьявол им сказал, что Иисуса знаю, Павел неизвестен. А вы кто? Павла послал Господь. Иди и делай. Дорогие друзья, я еще вспоминаю одно положение, когда Илья помазал, нет, не так было сначала, когда Господь сказал помазать Елисея, то он его встретил, Елисея, и встретил его в поле. Он работал на своем поле, там было 12 пар валов. И мы видим, что когда Елисей был при 12 паре, то к нему подошел Илья и говорит, следуй за мною. А он говорит, мол, позволь мне пойти в дом там свой, там попрощаться или что. А Илья говорит, что я тебе сказал? Вот тогда Елисей понял. Эти слова были сказаны для того, чтобы проверить его преданность Елисея. Что он изберет? Важность. Идти за Господом, идти за силой Божией или пойти домой там, может быть, попрощаться, потом вернуться. Но все-таки Елисей решил идти за Господом. Он решил идти за Ним, потому что, видать, много уже знал, много слышал, много видел. И написано, что он взял этих своих двоих валов, заколол их или как он там их убил, сделал с них, вернее, сломал плуг, сжарил мясо и сделал эту пищу и накормил там их всех и пошел за Ильею. Идя за Ильею, дорогие друзья, ему Илья говорит, слушай, Елисей, останься здесь. Мне нужно пойти в Вифиль. Жив Господь, говорит Елисей, не останусь. Жива душа моя, жив Господь, пойду за тобою. Не хочет его уже, как бы, брать с собой Илья в другом месте. Он говорит, Елисей, останься здесь, мне нужно пойти в Ерехон. Елисей отвечает то же самое, что жив Господь, жива душа моя, не останусь здесь, пойду за тобою. Смотрите, какая привязанность уже, какая преданность для того, чтобы идти и видеть, что делает Илья. Идти и смотреть своими глазами. Третий раз ему говорит Илья, Елисей, останься здесь. Господь меня посылает к Иордану. Нет, не пойду, говорит. Все время с Ильею. Пророки-пророчицы тут, что Господь вознесет Господина твоего. В вихре, все уже, как бы, знают. Знаем, все знаем. Но все-таки они идут вместе. Пришли к Иордану. Мы знаем эту историю, что он снимает с себя хитон этот, накидка у него была. Она, как бы, символизирует помазанию тому, которое было в то время. На царях было помазание, на священниках было помазание, на пророках было помазание. И все. Мы в Писании больше не найдем, кто бы был помазан. Если он помазан раньше, будучи молодым, то будущее его царское или судья, или же он пророк, или же он священник. И помазание сходило. И вот Елисей что-то думает в своей голове, следует за Ильею. И Илья ему говорит, проси, что тебе надо. А он говорит, да ничего не надо, вот только той силы, которая в тебе, чтобы на мне была вдвойне. Большого ты просишь. Но если ты увидишь, когда я буду вознесен, то будет тебе. И вот эта пристальная привязанность к нему, эти напряженные глаза, эта душа вместе с ним, он желает получить от него то, что попросил. Он идет за ним, идет за Господом, можно сказать, потому что та сила, которая в нем, это сила Господня. Он идет и получает ее. Огненная колесница пришла, унесла его с этой земли Илью, а он получил силу. И действительно, друзья, когда мы исследуем Писание, то мы видим, что Елисей сделал намного больше того, что сделал Илья. Много больше чудес, намного больше было сказано о нем в Писании. И какой у нас вот урок, к чему мы об этом говорим? Мы говорим об этом к тому, чтобы нам знать, что на что нужно променять свое временное существование на этой земле. Идти за Господом, искать Его силы, лишаться всего, лишаться того, чего, допустим, нас влечет. Ну, я представляю себе, 12 пар валов. Когда-то Соломон сказал, большая прибыль от валов, да? А это 12 пар валов. Это был богатый человек, по сравнению, наверное, с другими. Ее, видать, поля были. Одним валов можно, знаете, сколько перепахать, а то 12 пашут. Надо было оставить. И оставляет человек. Оставляет, идет искать Господа. Идет искать Его силы. Он уже знает, что это необходимо в Израиле. Это нужно для того, чтобы пребывать с Господом. Чтобы имя Господа жило в этом народе. Многих учеников призывал Господь и говорил, следуйте за Мною. Мы знаем, что был один случай, когда подходит к нему один молодой человек и говорит, Господи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. А он ему говорит, соблюди закон. Ну, начал ему перечислять там, не прелюбодействуй, не убей, не укради. И люби там ближнего своего. И дошел до того, что он говорит, да я это все и исполнил. И написано, что посмотрел на Него Христос, я думал, увидел Его глаза, которые были действительно искренне честные. И полюбил Его, так написано. А он ему говорит, вот одного тебе не достает, возьми вот это все, твое богатство, продай, раздай нищим, следуй за Мною. Друзья, и вот тут получился выбор. Хотя человек вроде бы был хороший. И это было трудно. Вообще-то трудно было исполнить закон Божий. Очень трудно. Это была буква. Это надо было стремление. И этот человек исполнил. Потому что Господь полюбил его не за его лукавство, не за его ложь. Он его полюбил за то, что он сказал правду. И отошел. Господь говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому в Царство Небесное. Вроде какой-то шанс есть. Ну, игольные уши, это, я думаю, вы все знаете, это были такие небольшие проемины в стенах, большой стены в городах. И это верблюд становился на коленке. И его тащили туда и толкали сзади, чтобы протолкать вот эту толщину стены города. Это было такое сделано специально для опаздывающих. Когда закрывался город, ворота закрывались, а нужно было пройти. И вот таким образом можно было пролезти. Но юноша ушел, друзья. Вы знаете, для того, чтобы следовать за ним, нужно жертва. Господь сказал нам, что кто хочет идти за мной, отвергни себя и следуй за мною. Ну, отвергнуть себя это намного больше, чем того, чтобы там оставить свое. Отвергнуть себя это покориться Господу полностью. Это не иметь своего, а иметь одно желание исполнить волю Божью. Вообще само слово смирение, вот о Христе сказано, что Он смирил себя до смерти и смерти крестной. А само слово смирение, это стопроцентовая покорность Господу. Это полностью довериться Господу. Это не говорит о том, что Христос не мог разгневаться. Он гневался, Христос. Он бичом пользовался, Христос. Он делал такие заявления, что люди, слушая, огорчались. Говорит, ты нас оскорбляешь. То есть это полное доверие тому, что хочет Господь. И когда ученики шли за ним, потому что он говорил, идите за мной. Он многих призывал. Даже помните там Левий Алфеев. Это был человек, который был мытарь. Но мытарь это люди, которые собирают пошли, но люди тоже богатые. Если по отношению к Закхея взять, то Закхей говорит, половина имения раздам нищим, а кого обидел, воздам четверо. Я представляю, сколько он обидел и сколько у него есть, чтобы в четыре раза воздать. Это был один из мытарей, которого тоже призвал Господь. И вот и Левий Алфеев был его коллега по-нашему. Ну, Левий все оставил, пошел. Были такие, которые говорили, позволь нам похоронить отца. Господь говорит, мертвым, мертвым предоставьте хоронить своих мертвецов. Следуйте за Мною. Следуйте. Выполняйте то, что я вам говорю. Ну, а выполнить то, что он говорил, это была та работа, ради которой Христос пришел на эту землю. Это не было только то, чтобы постоянно просить Господи, прости меня, прости, я вот украл, я согрешил, я там то, то сделал. Прости меня за то. Это совсем не та работа. Это работа, о которой Павел говорил, что я не мог с вами говорить как с духовными, но как с младенцами во Христе. Апостолы уже были немного выше младенцев, потому что он их научил за три года многому, хотя он на них тоже негодовал. Он на них негодовал, потому что у них было неверие. Вот они находятся там на лодке, на средине этого моря. Кстати, там четыре моря. Знаете, что в Израиле четыре моря? Средиземное, соленое, Красное море и Генесарецкое. Вот Генесарецкое море, одно из маленьких, они на средине Христос на берегу и смотрят на них. Они терпят бедствия. Но всегда он им помогает, а в одно время лежит в лодке с ними, плывет. И когда они начали тонуть, как будто он, не чувствуя, будят его, и он их укоряет, что вы маловеры. Но неужели вы не понимаете, что я с вами? Что неужели вы не видели столько чудес в Капернауме? Были совсем недавно там. Так столько было много сделано чудес. Там разбирали крышу, кровлю дома. Там расслабленный был исцелен. И вот с ними плывет, и их укоряет, что они маловеры. Но тем не менее, они научились, друзья. Они последовали за ним, они научились, они делали ту работу, которую Господь им сказал делать. Он посылал их для того, чтобы делать. Друзья, мы с вами тоже должны последовать этому примеру. Чтобы не было в нашем новом Израиле поражения, то нам нужно научиться у Господа нашего, как побеждать. если Слово Божие нам говорит, что мы должны быть облеченные во все оружие Божие, и если мы этого не делаем, мы остановились. Мы сели, ждем чего-то, кто-то придет за нас, что-то сделает, то мы будем терпеть поражение, что и терпим, друзья. И поэтому да поможет нам Господь научиться послушать Слово Божье. Так важно, так часто определяются братья, чтобы нам вникнуть в Него. И тогда, когда мы в Него вникнем, а это познавший истину. То есть Слово Божие есть истина. А Слово Божие говорит, если мы познаем истину, то истина сделает нас свободными. Многие скажут, ну, конечно, от наших грехов. От грехов уже вас Господь освободил. Вы просто больше не грешите. И я также должен больше просто не грешить. Господь уже заплатил за наши грехи. Господь хочет одного, чтобы мы побеждали дьявола, когда он наступает. Когда он наносит поражение. Он очень серьезно наносит поражение. Очень серьезно. Поэтому написано, что от недостатка видения гибнет мой народ. Получается так, что люди гибнут, просто умирают. А Христос учил учеников, говорит, идите, говорит, и мертвых воскрешайте. И не один раз это сказал он. И сам он это делал. Да и все это делали, и ученики это делали. И не просто они делали. Они до того были пропитаны Словом Божьим, что тень проходящего Петра падала на больного, и больной выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Ну как можно было спросить у того, кто лежит там, веру его? Да никакой веры он не спрашивал. Просто тень падала, и тот вставал. Вот так сильно Господь действовал через учеников. И как я прочитал место Писания, благословен Бог и Отец, Господь наш Иисус Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Братья и сестры, всяким, значит всем. Всем благословением благословивший. Он пишет не кому-либо, но пишет ефесянам. Ефесяне это были далеко не евреи, хотя были там евреи. Он пишет о людям, которые вновь созданы церкви. Он апостол Павел, апостол язычников, он трудился для них, он видел в них, что в них живет тот же самый Дух Святой. И он пишет ефесянам, что он благословил от всяким духовным благословением. Это исцеление. Это все нужды, которые человек имеет, все может быть восполнено. В другом месте он говорит, Господь да восполнит всякую нужду вашу во Христе Иисусе. Да восполнит всякую. Это все нужды. То есть у них была такая цель, у них было такое призвание, такое учение, что все нужды, которые могли иметь дети Божии, восполнит. Даст это просимое у детей своих. Потому что он говорит, что если вы пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Вы знаете, этим словам можно поверить. Это никто не написал. Это слова Господа. Поэтому недаром я еще раз говорю, что написано и говорят братья, что нужно быть пропитанным Словом Божьим. Нужно пребывать в Слове Божьем. Чтобы оно выросло у нас в таком состоянии, чтобы оно действовало. И когда оно будет действовать, друзья, должна быть эта цель наша, должно быть это желание наше, должно это быть стремление всей нашей жизни. И когда оно будет действовать, тогда благоухание распространяться будет нами на всяком месте. Потому что будет прославляться Господь через познание Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, слава Господу, что Он велик. Слава Господу, что Он дал нам Свое Слово. Я всегда в молитве благодарю Господи. Я благодарю Тебя за Слово Твое, которое есть, Ты его превысил, превысил всякого имени, которое есть живое, которому можно прощаться, которому можно поражать дьявола. И если мы, припоясавши пояс истины, если мы, одевшись, шлем спасение, щит веры и меч духовный, то, дорогие друзья, и знаем, как им пользоваться, то мы непобежденный воин в нашем новом Израиле. Мы непобежденные. Мы идем за Господом, мы выполняем Его волю, мы слушаем, что сказано и поступаем так. И не просто, Господи, дай, а Господи, благодарим Тебя, что Ты уже благословил нас всяким духовным благословением. Благодарим Тебя, что Ты вошел в нашу внутренность и она безмерно могущественно велика. Та сила, которая в нас находится. Безмерно. Нет ей меры. Но как ее воздействовать, чтобы она проистекала через нас? Вот это, дорогие братья и сестры, мы должны научиться дружить с Духом Святым. Потому что Дух Святой, Он есть наставник, который научит нас. В Духе Святом сокрыто все в нас. все Его благословения, все дары, все и пророчества, и исцеления, и знания бесов, и чудотворения, все находится в нас. И Дух Святой, Он распределяет, как Ему нужно. Поэтому благодарим Господа, друзья, великого Отца Славы, за сына Его, за сына Его Иисуса Христа. Благодарим Господа в молитвах наших за Духа Святого, который Он послал в наши сердца. И молимся, Господи, по богатству Славы Своей, крепко утвердись Духом Твоем в нашем внутреннем человеке. Вот укрепись крепко, чтобы мы могли бы держаться за Тебя, чтобы мы чувствовали Тебя, и верою Божией вселись в наше сердце. Эта молитва должна быть наша. Но все возможно верующему, друзья. Я вот, когда говорю, что верующие и те, которые приходят молиться за больных, это разные люди. То есть не больные верующие, а верующие больные и разные. И некоторые обижаются, и, ну, я не говорю, что я не могу заболеть, или там не болел и не болею, я не говорю об этом. Я говорю, что почему разница? Да разница в том, что верующему все возможно. Там есть вера обыкновенная, спасающая, но она, может быть, мертвая вера. Но если верующим все возможно, если вера с маленькое горчичное зерно, может горы двигать, то, дорогие друзья, те верующие, которые молятся за больных, она у них есть. И поэтому призовут пресвятеров, помажут елеем, и молитва веры исцелит болящего. Но не я же это сказал, друзья. Я просто напоминаю одно, что хочется видеть это и получать это, и себе, и другим, чтобы это действовало в нас. И поэтому давайте последуем, пойдем за ним, для того, чтобы это получить. Прежде всего написано, ищите Царствие Господне, остальное все приложится. Для того, чтобы искать Царство Господне, это нужно пожертвовать. Пожертвовать самим собою, не то, что говоря о своем имении или еще там другом. Друзья, пусть Господь нас благословит, чтобы наши желания совпадали с желаниями Господа. Но вы, я думаю, согласны со мной, что у нас много не так, как должно быть. Мы далеко не те люди, которые называются пятидесятники. Мы далеко не те. И если мы не те, и если мы не видим, мы многого не видим, и если мы этого не видим, не видят наши дети. Наших детей ничто не удержит, как только сила Духа Святого. И поэтому, ревнуя о том, чтобы пребывал Господь с нами, чтобы нам пребывать с Ним, мы можем укрепиться Господом, могуществом силы Его. Мы только так можем. И когда в Церкви будет проявление Духа Святого с Его дарами, с Его чудесами, ну это реально, друзья, это не завышенная планка, я не говорю о каких-то высоких амбициях, это должна быть работа Духа Святого, то дети наши, они будут влекомы, они запомнят на всю жизнь, как некоторые из нас запомнили слова Господа, видя глазами чудеса, запомнили и всю жизнь помнят. Поэтому да не даст нам Бог быть виновными в том, чтобы мы не взыскали Господа, как должно. Можем быть виновными, друзья. Поэтому наше старание да будет благословенно Господом. Пусть Бог нам поможет, друзья. Будем молиться. Да благослит вас Господь. Аминь. Господь. Продолжение следует...